Образовательный семинар длится 4 часа. За это время специалисты практически по полочкам раскладывают все основы оказания первой медицинской помощи детям. Мне бы хотелось, если не дай бог произойдет какой-то случай, мне бы хотелось не паниковать. Мне бы хотелось иметь какой-то четкий алгоритм действий, что можно сделать до приезда медиков, до приезда каких-то профессиональных людей. Потому что я понимаю, что зачастую какие-то минуты и секунды могут спасти жизнь человека. Благотворительный фонд «Мария-мама» занимается просветительской работой на протяжении нескольких лет. Ребята получают огромное количество запросов на организацию школ в разных городах и районах Подмосковья. В Одинцов этот семинар проходит уже во второй раз и пока интерес среди родителей к этому направлению только растет. Сама жизнь диктует нам такие условия. У меня был случай с моим ребенком, откуда проект, собственно, и появился. Когда я подняла официальную статистику Росстата, увидела, что на самом деле большинство детей в нашей стране гибнут не от сердечно-сосудистых заболеваний, не от онкологии, а именно от внешних причин. Что это такое? ДТП, семейно-бытовые травмы различные, утопления. И вот по этой причине возник проект «Школа первой помощи детям». Надо отметить, что обучение проходит на безвозмездной основе. Задача спасателей – научить обычных людей правильно вести себя в сложных жизненных ситуациях. Мы здесь мышечную память развиваем. Это не формат лекций. У нас обязательно практический блок, где мы руками учимся делать сердечно-легочную реанимацию, удалять инородное тело из дыхательных путей при асфиксии, когда человек подавился. И люди запоминают, и в критический момент тройки помнят и выполняют. Как правильно сделать искусственную вентиляцию легких младенцу или ребенку постарше? Какие шаги предпринимать, если малыш подавился едой или небольшим предметом? Как грамотно перевязать рану? За четыре часа родители получили много полезной информации. Конечно, пусть лучше эти знания не пригодятся на практике, но если ситуация сложится так, что потребуется доврачебная помощь, мамы и папы смогут сделать все как надо. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.